Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вашему вниманию мы представляем программу «Слово в слово». Сегодня речь пойдет о теме, которая, я уверена, интересует многих. Мы поговорим об образовании с Ольгой Константиновной Дударевой, заместителем главы Сергея Посадского городского округа, начальником управления образования. Добрый день, Елена! Вспомним год минувший. Итак, все начиналось традиционно, как обычно, никто не думал, что грянет пандемия. Но, тем не менее, все произошло, и учреждения культуры были вынуждены свою работу перевести в новый формат. Это стал онлайн-режим. И несколько слов об этом. Как справились? Было ведь очень много нового, но ведь какие-то были и плюсы от этой ситуации, много чему люди научились. Да, вы правильно сейчас отметили, что казалось учреждением культуры и образованием в какой-то части, что дистанционные занятия – это что-то такое далекое от нас, что это невозможно вообще осуществить, и что нас это никогда не коснется. Но вообще сотрудники учреждений культуры – это очень творческие люди, и они очень переживали, когда закрылись все кружки, закрылись творческие объединения для ребят различного возраста, для населения любого возраста, и все оказались дома, запертых в четырех стенах. И тогда люди, наши руководители творческих объединений, начали учиться сами. Чему они учатся? Ну да, мы все являемся активными пользователями определенных средств, к которым мы привыкли. Никто уже без телефона, без инстаграма, социальных сетей, без контакта, одноклассников. Все равно практически каждый человек просматривает их вечером, а может быть днем у кого, когда есть время, и следит за новостями. А здесь надо не только просмотреть, но и надо представить занятия, например, хореографического кружка, творческого объединения, чтобы самому показать, каким образом это можно сделать, как включиться в эту программу. Не только включить телефон или компьютер, но и совместно с тренером, совместно с руководителем это осуществлять. Изучение культуры танца требует больших временных затрат и усилий. И сегодняшний день вносит свои коррективы в репетиции, и привычный формат меняется. Сейчас в сложившихся условиях пандемии мы вынуждены заниматься дома. Очень, конечно, сложно без руководителя, сложно самим, но вспоминаем все элементы, смотрим видеоуроки, скидываем видеоотчеты, очень стараемся. Будем надеяться, что скоро вся эта пандемия закончится, все вернется на свои места, мы снова будем заниматься во Дворце культуры и готовиться к новым конкурсам, к новым поездкам и к новым выступлениям. Сейчас мы занимаемся три раза в неделю, по полчаса каждого урока. Мне присылают некоторые девочки видеоотчеты. Мы все работаем, мы все общаемся. Мы даже создали в Ватсапе группу ДК Дома. Пистоиография – это такое искусство, которое не терпит перерывов, как в спорте. Постоянно должна быть нагрузка, потому что форму физическую очень легко потерять, а потом это все очень трудно опять наработать. Поздравляю всех своих воспитанников, поздравляю всех своих коллег, всех-всех, кто любит танцевать. И танцуйте, потому что кто-то танцует, кто-то долго живет. К этому подключились не только руководители творческих объединений, но и библиотеки. Посмотрите, сколько в прошлом году прошло интересных онлайн-мероприятий. Мы ежемесячно подводим итоги, вот сколько вообще, начиная с марта, мы с вами все остались дома, а с апреля, когда мы так все готовились к 9 мая, чтобы провести большое количество мероприятий, очных, понятно, мероприятий для жителей, для участников Великой Отечественной войны, для тружеников тыла, которые очень ждали этот праздник, но оказалось, что праздника нет. Но мы смогли поздравить все равно наших ветеранов. Мы приезжали к ним во двор. Да, мы помним, как это было, и как вы пели песни. Да, да, поздравляли наших ветеранов. Мы хотели включить их в этот праздник. Я думаю, что это получилось. Также включенными в онлайн-мероприятия оказалось наше население. Так вот, по количеству. Мы посчитали, что каждый месяц записывалось около 100 новых программ руководителями. И к работе творческих объединений, кружков подключались различные возраста. Буквально недавно мы проводили онлайн тоже мероприятия, также в конце года для активного долголетия, когда мы тоже видели, как наших ветеранов учили изготавливать то или иное предмет, там, вазу, цветок, бисероплетение, художественная роспись. И вот такие методические советы, которые давались, и выполнение самим педагогам этой же работы позволяло выполнить достойно ту или иную работу, которая была предложена, но и задать вопросы, если что-то не получалось. То есть мы научились работать онлайн по различным программам. Этот проект дает возможность людям подключиться к обучению в режиме онлайн по разным направлениям творчества. Это или вокал, это и застудия, это фитнес, и йога, и умелый досуг, и, в общем, все, что угодно. И вот этот проект дает эту возможность людям обучаться, не выходя из дома, никуда не ездить и не тратить время на какие-то переезды и прочее. Жителям пожилым, ну не только пожилым, но и возрастным, их заинтересовал проект «Здоровые суставы», который проходит у нас в Доме культуры уже третий год, и они подключились к этой программе уже в режиме онлайн. Вот эти занятия уже проходят и нравятся людям. Также очень интересен проект «Сказка-писание». Это литературный проект, который ведет заслуженный работник культуры Российской Федерации, Калекин Павел Александрович. Здесь возраст и дети, и взрослые. Сказки писать интересно всем, и детям, и взрослым. И это идет развитие, конечно, речи. Это, ну как бы, если человек думает в дальнейшем заняться литературой, писать очерки, все. И вот это дает изначально какие-то вот такие знания. Прекраснейший профессиональный педагог. Я просто рекомендую всем подключиться к этой программе. И, конечно, для занятия младшего возраста, ну и также людям пожилого возраста, вот это занятие прикладного творчества называется у нас «Очумелый досуг». Здесь вот наш специалист, сотрудник Дома культуры, учит детей и взрослых делать различные поделки, которые нужны дома. Вот. Или как украсить дом, как украсить новогоднюю елку, что сделать, какой подарок сделать своими руками, допустим, в подарок маме, да, или бабушке, или братику, или сестренке. Это тоже настолько интересно и тоже, в общем-то, вот пользуется спросом. Я очень хочу и призываю, конечно, жителей обратить внимание на этот проект. И не надо от него отмахиваться и отказываться, потому что им, на мой взгляд, очень повезло, что мы попали в эту программу и что у нас есть такая прекрасная возможность вот сделать онлайн-ДК на базе сельского Дома культуры «Юность». Ну, а потом, я думаю, что, наверное, и другие жители нашего округа в селах тоже смогут подключиться к нашему проекту «Онлайн-ДК». С 21 октября в Подмосковье действует запрет на проведение досуговых, просветительских, культурных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. В этих условиях возрастает роль проводимых дистанционно занятий, запланированных в рамках проекта «Онлайн-ДК», запущенного в сельском Доме культуры «Юность» поселка Березники. Благодаря этому разработанному Министерством культуры Московской области проекту на регулярной основе в ДК работают клубные формирования по различным направлениям. Так сегодня проходил мастер-класс «Пластилинография», организованный на платформе Zoom. «Мы сейчас будем делать кругляшки и сложим их около нашего грибочка. А кругляшки будут желтого, оранжевого цвета, зеленого и коричневого». Проводят онлайн-занятия не только сотрудники Дома культуры «Юность». К участию в проекте привлекаются все новые и новые лица. Руководитель известного в округе элитобъединения «Свиток» Галина Ключникова планирует онлайн-уроки для любителей поэзии. «Дом культуры «Юность» с ноября месяца будет проводить онлайн-ДК, и там будет литературное объединение. Я буду вести эту программу онлайн, так что регистрируйтесь в Zoom. И по вторникам в два часа дня будем встречаться, будем рассказывать о поэзии, о правилах сложения стихов, читать стихи своих классиков. Будет интересно». «В семье крестьянской вырос, возмужал, и песню матери впитал, и говор чистый. Как много он в своих стихах сказал, творил народную поэзию чисто. Он испытал и славу, и хулу, работал честно, но сидел в застенках. Был верен родине, народу и селу, опору служил дух деревенский». Занятия по декоративно-прикладному творчеству пользуются особым спросом. «Мы предоставляем сейчас онлайн-занятие декоративно-прикладное творчество. Веду я. Показываю, как можно, не приходя в Дом культуры, сделать какую-то поделку, как-то позаниматься, что-то интересное узнать. Также мы заполняем какие-то тесты. У нас работают две видеокамеры. Одна направлена на обзор поделки или рисунка, вторая визуальная. Тоже есть участники. Бывает два человека, бывает даже семь человек. А возраст какой? Возраст очень разный. И шесть лет дети сидят, смотрят, какие-то даже вопросы задают. И даже вплоть до бабушек. И бабушки сидят, смотрят, что-то даже записывают. А вы планируете какую-то обратную связь? То есть человек сделал любого возраста какую-то поделку, он что, должен ее сфотографировать, вам прислать или что? Конечно, это даже приветствуется. У нас же есть и конкурсы, и онлайн-конкурсы, и праздники. Все, что делается, все можно сфотографировать, все можно прислать. Опять же, это и онлайн-конкурсы есть. Все это очень даже доступно всем. Приглашаем всех на наши онлайн-занятия. Я думаю, будет всем очень интересно. Конечно, не заменит ничто. Живое общение, глаза в глаза, как мы сейчас с вами. И я думаю, что того, как мы сами будем соблюдать все санитарные правила, как мы будем сами друг друга уважать, относиться друг к другу, в ношении маски, если человек почувствует себя плохо, поднимется температура, не ходить в больницу, не посещать друзей, не приглашать к себе близких, родственников, вызвать врача и ждать рекомендации врача, которые ему будут даны. Сложно перестраиваемся, скажу, очень сложно, потому что мы вошли в Новый год, никак не можем выйти на платы, потому что заболевание у нас именно по контакту еще количество заболевших еще достаточно большое. И тем не менее, год минувший показал, какие резервы есть в округе. Я знаю, что ваша работа была оценена по достоинству. Буквально несколько слов о том, с какими трудностями встретилась администрация округа. Что пришлось менять? Может быть, на ходу? Как перестраиваться? Что делать? Потому что грандиозная проблема коснулась всего мира. Как у нас, в Сергиевом Посаде, решались эти вопросы? Ну, конечно, я сейчас остановлюсь на вопросах, которые мы решали по здравоохранению. Для всех данных, для нас, для жителей, стало с одной стороны неожиданно, а с другой стороны это неизбежно перепрофилирование наших учреждений здравоохранения. Я бы как бы сейчас на двух этапах остановилась. Это первая волна, которая была у нас весной. Летом у нас как-то мы вышли на более-менее стабильную ситуацию. И, начиная с конца сентября, у нас опять мы ушли по цифрам, по количеству заболевших, в большее количество, чем в первый этап пандемии. Но это перестройка наших учреждений здравоохранения. Конечно, первая – это наша районная больница, которая была единственным местом. Да, у нас есть еще больницы в Краснозаводске, есть и вот она, и Абрамцева больница специфическая, Кожевен, диспансер, тоже специфическая больница. Но основное лечение наши жители по различным заболеваниям получали в районной больнице. И здесь пришло распоряжение Минздрава, что перевести эту больницу на ковид. Первое, что было необходимо сделать, что все ковидные койки должны быть обеспечены кислородом. Должно быть достаточное количество ИВЛ. Должно быть в большом запасе СИЗА, это средства индивидуальной защиты. Набор медикаментов. Конечно, готовность врачей работать в новых условиях. Новые условия и в плане лечения этого заболевания, и новые условия, что врачи же до сих пор, которые работают в стационаре, живут у нас в обсерваторах. Надо найти было место для обсерватора. И вот это первая часть, что касается здравоохранения. Второе, еще важное, что здравоохранение должно обеспечить было прием людей с другими заболеваниями. Ведь люди болеют, имеют заболевания, хронические по различным заболеваниям. Второе, это наш центр материнства и детства. Мишутина. Мишутина, да, это место, которое совершенно новое, с современным оборудованием для появления на свет наших новых маленьких жителей Сергеев-Пасадцев. Это и женская консультация, которая также находилась уже в центре материнства. Вот эта перестройка. То есть мы столкнулись с таким не то, что недопониманием людей, но где-то, может быть, это тоже было, а непониманием, почему так, почему у нас. И вот эти много почему нам приходилось разъяснять. На протяжении вот этого периода наша районная больница работала и над увеличением коечного фонда. Сейчас коечный фонд, он стал больше по сравнению с первой волной. Но врачи, это те же люди, которые могут заболеть и в первый период, в первый этап пандемии большое количество наших медицинских работников, врачей, медицинских сестер, просто обслуживающего персонала, конечно, они заболели. Нужны новые были кадры. Это привлечение кадров. Если переходить как бы от одного этапа, в принципе, это одна сплошная как бы линия, то, что скорая помощь, которая должна была быть, хотя мы знаем, что много вопросов сейчас они есть, по количеству машин, по состоянию автотранспорта, также по кадровому обеспечению. Это тоже была проблема, мы решали. Работа со студентами, медицинский колледж, который переехал в прошлом году, старшекурсники, они не привлекались, они привлекаются к работе с населением в плане лечения, но они наши помощники, как волонтеры. Это и термометрия при входе в больницу, которую может делать человек без специального образования. Это обзвон наших жителей, это доставка лекарств. Ведь когда мы с апреля начали переходить вот на такие ограничительные меры, а большое количество жителей у нас имеют хронические заболевания, они обеспечиваются бесплатными лекарствами, поэтому мы также с медиками, с волонтерами обеспечивали этих людей выпиской, доставкой лекарств. Следующий вопрос, который был, наверное, тоже мы решали, ведь мы для медиков проводили различные акции. Мы попали в такие периоды, связанные с 8 марта, с праздниками, люди вдалеке от дома, у них также есть дети, мы пытались поддержать их в плане и продуктов, воды, соки, СИЗЭ. Одно из наших учреждений, они закупили 5 ЭВЛ, которые необходимы были для работы медиков. В общем, помогали не только администрация, которая обязана это делать, но и люди, просто жители города, которые также покупали СИЗЭ, привозили в больницу, овощи, соки. Неравнодушные. Это неравнодушные жители. У нас образовался такой отряд волонтеров. Да, поподробнее, потому что это очень интересная тема. Которых сейчас уже более 300 человек. Волонтерство, оно начало организовываться на базе нашего молодежного клуба «Атмосфера». Это молодые ребята, которые работали, я бы сказала, не жалея себя. Они были на передовой линии при встрече с жителями, которые заболели, ну, с ублюдением мер, развозили лекарства, продукты, выносили мусор, гуляли с домашними животными, и такое было. Я знаю, что сейчас эти ребята стали друзьями многих семей, тем более одиноких граждан, которые общаются, и которые, несмотря на то, что, может быть, и нет каких-то проблем, поздравляют друг друга, приходят друг к другу, общаются, даже без какого-то звонка «Волонтерский штаб». И вот на базе «Молодежного клуба» поступали звонки просто, вот как вы сказали, от неравнодушных жителей с предприятий, с учреждений, людей, которые не работают ни в одном учреждении, но хотят. Это военные пенсионеры, которые очень активно подключились. Это такая организация «Ночные волки», потому что надо было не только работать в плане медицинской части, но и большое количество продуктовых наборов было выдано жителям, которые, может быть, кто-то потерял работу. Да, такие были случаи. Кто-то оказался в трудной жизненной ситуации. Различные причины, не только работы. Нам перечисляли средства на приобретение продуктов. Такие организации, как «Трудный завод», он очень хорошо помогал, это предприятия «Радон», физические лица. Конечно, мы получали эти наборы продуктов и от правительства Московской области по линии социальной защиты. Казалось, что мы находим, знаете, вот такое первое впечатление, что военный госпиталь, что это какое-то учреждение, предприятие по количеству сбора продуктов, по их расфасовке, по их раздаче. Но мы достойно вышли из того периода, и сейчас эта помощь оказывается людям, которые есть и такая помощь, но на пожертвование физических лиц, которые оказываются и партией «Единая Россия», опять же, предприятиями. Когда поступает вопрос, а таких вопросов много было, что потерял работу, стою на учете в центре занятости, пособие еще не оформили, это определенный как бы этап должен пройти, что вот такая сложная ситуация. Но сейчас это тоже продолжается, но в меньшем количестве, конечно. Сейчас предприятия работают, что сейчас по указам президента оказывается помощь и семьям, имеющим детей, которая была весной, сейчас еще она продолжена, по линии соцзащиты, вроде наладились все выплаты по центру занятости, но был сложный период, но мы его преодолели, и, конечно, очень бы не хотелось вернуться к тому периоду, который был весной, он был очень сложный. Очень сложный. Ольга Константиновна, я в этой связи, вот мы говорим о том, что действительно у людей же не только пандемия, а очень много других проблем, связанных со здоровьем, и я вот вспомнила историю маленькой девочки, Вероники Сафоновой, у которой действительно большая проблема, нужно собрать огромную сумму денег для того, чтобы помочь ребенку. Я знаю, как вы, узнав об этой беде, как вы начали просто во все колокола, что называется, звонить, привлекать и средства массовой информации, и политиков, и общественных деятелей, потому что это действительно большая проблема, и вы, как женщина, наверное, как у мамушки, вы знаете, что это такое. Буквально несколько слов, как вот, что было сделано? Ну, узнав о той беде, которая пришла в семью, я связалась с Эвелиной, мамой, мамой, да, Вероники, и сама поехала вместе с детской поликлиникой побеседовать с мамой, потому что та сумма, которая обозначается, это очень огромная сумма, и прежде всего, и с нашим главным врачом, с Олегом Викторовичем Дмитриевым, что, каким образом государство может оказать эту помощь, потому что таких детей, вот сейчас как-то чаще стали передачи, а вот до того момента, когда я столкнулась с этим случаем, вы знаете, честно, я не думала, что... Каждый шеститысячный ребенок на планете Земля рождается вот спинальная мышечная атрофия, да, смайлики. Но не знала, что государством эта помощь в законодательном плане она не оказывалась. Мы подняли документы, что, да, Госдумой принято различное решение о том, чтобы лекарство, которое является, как сейчас, по исследованиям врача единственным, которой одна капельница может оказать помощь, практическую помощь этому ребенку. Мы думали, куда обратиться, в какие инстанции, начали читать литературу, но это будет. Да, это уже законодательно принято, что сейчас закуплена партия, которая проходит опробирование, исследования, вернее, не на людях, а в лабораторных условиях этого лекарства. Но мы знаем, что эффективность его может быть тогда в большей степени, когда она делается ребенку до двух лет. С мамой Эвелины мы побеседовали, потому что надо тоже сделать ряд проб, подходит, не подходит, связали их с больницей, оказываем сейчас помощь в доставке маленькой нашей пациентке, помощь от автотранспорта для различных исследований, для того, чтобы привезти сюда массажистку, чтобы она показала, каким образом делать массаж. Ну, это, наверное, каждый так делает, и распространяет эту информацию среди тех, кто может оказать помощь. Но даже помощь в 100-200 рублей, она может сыграть очень большую роль для закупки, пока еще нет государственной закупки, для такого ребенка. В редакцию телекомпании Тонус обратились жители Силкова. с рождением желанного ребенка, дочки Вероники, в семью Сафоновых вместе с радостью пришла настоящая беда. Спинальная мышечная атрофия первого типа, поставленный врачами диагноз девочки, для родителей прозвучал как приговор. Вероника родилась 20 декабря 2019 года в нашем Мишутинском роддоме. О диагнозе мы узнали предположительно нам сказали в два месяца, потому что ребенок не начинал держать голову, не шевелило ножками, ну она прям ватная была, не поднимала руки, ничего. Мы поехали в Москву, нам дали направление в нашей поликлинике, мы поехали в Москву и там на третий день наверное где-то нам предположили уже этот диагноз, выписали нас, мы поехали в генетический центр сдавать тест вот именно на этот диагноз, на эти гены. Получается сдали мы тест, должен был он прийти через две недели, а пришел через два месяца, случился карантин как раз. Это государственное, это было все в феврале, там как раз уже весной карантин случился, а мы сдавали, это было государственное тоже учреждение, но они занимаются именно генетикой, нам посоветовали, сказали, там хорошо все делают, потому что часто тоже ошибки же бывают. А это платная была? Да, это процедура платная, у нас в России нету никого-то, ничего, но только на одного ребенка это стоит 6500. Диагноз это спинально-мышечная атрофия первого типа, всего три типа существует, первый это самый опасный, так как детки еще ничего не умеют, второй тип проявляется в 6 месяцев, то есть ребенок уже научился сидеть, научился держать голову, а мы вот ничему не научились, она даже голову не держит, вот, все, что вот сейчас у нас есть, какие-то успехи двигательные, мы на экспериментальном лечении препаратом Рездиплам, он не зарегистрирован пока еще у нас, в России, его только подали на регистрацию, мы получаем его из Швейцарии, его привозят в Москву, в больницу Ховрина, и мы ездим туда забирать его. Вовремя начали прием, вовремя мы успели, и сейчас она все делает сама, кушает сама, то есть дышит сама. Препарат Рездиплам больной должен принимать пожизненно, но с 2019 года началось применение американского препарата Залгенсма, одна инъекция которого способна полностью излечить маленького пациента. Это первый препарат генотерапии, чудодейственный укол которого стоит около 160 миллионов рублей, и сделать его необходимо до достижения ребенком двухлетнего возраста. Укол американский его нужно сделать один раз в жизни. Это капельница, занимает около трех часов. Делают у нас в Москве, в карантин обучились врачевники педиатрии, занимаются этим. Получается, мы собираем сумму, звоним в фармкомпанию, которая предоставляет вот этот препарат. Они связываются с клиникой. Опять же, Минздрав дает решение на ввоз препарата отсюда, оттуда получается нам. И из Америки его ввозят в Россию, уже там, ну это тоже занимает около месяца, наверное, вся эта регистрация документов и так далее. И в Москве нам его делают. Это вот одна капельница, а после, ну, активная реабилитация с ребенком. Которая тоже будет стоить денег? Которая стоит тоже, да, немалых денег. И пока, которая, к сожалению, у нас в Москве вот мало что есть. Там открыли недавно центр, да, там есть какие-то занятия, но специалистов еще вот прям таких, которые бы занимались такими детишками, у нас пока еще нет. В семье Сафоновых есть еще один ребенок, четырехлетняя дочка Эвелины от первого брака. Девочка здоровая. Сейчас, из-за сложившейся ситуации, она вынуждена проживать с бабушкой, мамой Эвелины. В семье работает один папа. Собрать самостоятельно необходимую сумму на лечение ребенка невозможно. Семья Сафоновых будет благодарна любой помощи. Нам очень нужны волонтеры, то есть люди, которым не все равно, неравнодушные. Там кто-то может что-то умеет делать, видео снимать, там какие-то монтировать, помогать что-то, помогать введении странички, помогать там буквально вот лайкать просто, писать комментарии. Мы очень ждем таких людей и очень хотим, нам очень нужна большая команда, потому что это просто необходимо, потому что вот девочки, сколько есть из нашего города, то есть пять человек, они, естественно, им очень тяжело самим, там у нас есть ящики, у нас есть листовки, то есть, ну они делают это вот в пятером, у всех есть семьи, работы и так далее. Конечно, очень хотелось бы, чтобы к нам присоединялись люди из нашего города. Мы живем очень скромно, у нас получается мой сын, это Вероникин папа, один он, получается, работает, потом получается, что получают пенсию сама Эвелина, и у меня ребенок тоже маленький, инвалид, ему пять лет, мы тоже, получается, сидим на пенсии, мы не живем, мы не шикуем, нет у нас таких денег, что можем было бы прям гулять и отдыхать. Я очень хотела бы попросить и обратиться к нашим народу, к нашим людям, которые неравнодушны, пожалуйста, помогите Веронике, моей внучке, у нас каждая секунда, каждая минута, дорогая, мы очень переживаем, каждую минуту прям трясемся, не дай бог, что случится, услышите, пожалуйста, нас, кто чем может, информация любой, каждой копейкой, каждой прям мелочью, пожалуйста, помогите нам. В середине июля 2020 года компания Наварти сподала досье на регистрацию своего препарата Залгенсмы Министерства здравоохранения Российской Федерации. На 23 июля за счет благотворителей укол получили 16 российских пациентов. Родители других смайликов активно продолжают собирать баснословные суммы, но время весьма ограничено. По инструкции препарат нужно ввести до того, как ребенку исполнится два года. Веронике Сафоновой 20 декабря исполнится один. Время еще есть. Ну, вы знаете, вы тоже были приглашены, вы ездили, наши политики, люди неравнодушные. Мы видим каждый день, как растет количество, я отслеживаю все инстаграм этого ребенка, растет количество людей, суммы, которые перечисляются. Ну, конечно, очень недостаточно. Вот ту ярмару, которую сейчас проводим, мы тоже помогли волонтерами для того, чтобы проходила продажа, что расставлены определенные места для сбора денег. Ну, я призываю всех подключиться к этой акции, быть неравнодушными, помочь ребенку в его беде, семье, тем более, мама, это медик, медицинская сестра онкологического отделения, районной больницы. Поэтому я хочу семье пожелать, чтобы они набрали сил, терпения. Я думаю, что все получится на маленькой девочке, Веронике, скорейшего выздоровления. Давайте все поможем, всем миром. Спасибо. Спасибо, Субтитры подогнал «Симон»!